господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 420 события дня матфея 19 8 а сначала не было так за 4 февраля 2017 года за день какие у нас были кое-что беру уже не все берешь потому что не бывает не так важно дальше сергей игнатов спасти христос чувство любви слушай божественные слова господа в твоей страстной беседе с хорошим и заблудшим братом р.м.м. кто это р.м. откуда я знаю не знаю незнакомый пошли дальше написали бы нормально я прочитал бы я тебе скажу роман малыш а вот оно что рядом сидит вот он как раз для того и написали так что пика вы сами говорите мы не напишем полностью чтобы никто не узнал я тоже не читаю потому что романа все знают не надо к этому говорить на которых нападает оно не нападает понятно роман малыш это он про него мозги то еще барани или человеческие что ты в самом деле смеешься то отговорит он ведь в беседе участвовали здесь ну ладно давай уже прилепил другому месту ты у сократ настоящий храни господи твоего талантливого очень нужного людям проповедника и исповедника православной веры и вразумив через него нас грешных слушателей слова божьего аминь он не называет имени фамилия ком говорит это про вас видимо догадался дальше наталья спасибо отца геннадия фаста была наверное за отца геннадия потом не стал как если я не понял что она говорит была говорит я в абакане нахожусь она хотела бы там послушать мои проповеди а я говорю там отец геннадий фаст и пойдем она у него была дальше была на службе первый раз было еще в трех наших церквах даже дважды прослезилась и служба отличает всех остальных вот отца геннадия фаста в городе абакане это видимо к хакасии относится батюшка выходит почти к дверям и причисляет много много наших святых здорово а еще он был очень много с народом вместе и на коленях тоже вместе с нами молился на коленях вместе с нами молился лучше в каждом храме это делается что ли почему ему на коленях молился когда воскресенье нельзя только на день троицы это я не знаю на не воскресный день было очень понравилось жаль немного пришлось бабусяндрами сцепиться это без бабушками на говорит да да это я понял бабушками у них там очередь как в магазине пришло три штуки начало службы а к исповеди их еще двадцать пришло и все лезли вперед говорят что занимали друг другу занимали то есть очередь заняла это не отца геннадий она была в других храмах наверное я так понял я десяток из вежливости пропустила а потом высказала что некрасиво так делать они даже мужчин вперед не пропустили ну а как от этого не как торговую точку прикрой христос выгнал этих торгашей окаянных я конечно сразу покаялась батюшки за несдержанность свою а так все хорошо спасибо а что-то популярно непонятно тут откуда это вышло дальше никола в никиты сила убеждения как у сократа сила убеждительная а мозги как у барана молодец нашел место где спрятаться от а то а что такое то антитеррористическая операция на долго тебя не хватит слабый духом радуйся после моих слов тебя игнатий тихоныч будет защищать да буду защищать в данном случае я на стороне никиты зачем участвовать там где христианину не положено быть и никита прав если только он от этого ушел и вот туда не забрили молодец и я бы сразу сказал что я ушел тату но я ушел еще до этого я при зиме как не было антитеррористическая она у них уже было там было но я при зиме как не было я не бежал никуда да никуда не бежал и все равно молодец да значит германо-спонцирова никола в а то в а то только мрази участвует мы все еще никита не заступить это он правильно сделал теперь в греции один меня шлет и шлет каждое утро пикает она как-то сигнал дает сигнал в этом скайпе что к вам кто-то пришел выхожу свои греческие дела кто откуда чего меня совершенно не интересует это в греции ваши дела какое отношение все храмовые храмовые что-то где-то сказали я ему написал сегодня утром в греции дмитрий я просил уже неоднократно делать сообщение не чаще одного раза в неделю почему постоянно и многократно нарушаете наш регламент и все-таки я многое вот это я мужа не раз посылал и вижу наконец он поставил там какой-то чуть ли не блокировку вот такое дело говорит что-то проходит маленькое время совершенно никто его на первой встрече была и он говорит там что-то вдруг мусульманин и а тот что-то ему сказал или что-то мне говорят вы поверили мы там мусульманины есть это мусульманин вам пишет то но говорит о храме о всем не знаю неоднократно о книгах говорили надо потом сразу замолкает нигде ничего нету и я не стал говорить тот тот ролик был про мусульман уберите его как-то ты дал согласие чего уберите замолк и наконец-то говорит отошли мусульмане больше нет не знаю ну такое несерьезное отношение и хорошо что он так это ну и теперь посмотрим какие у нас ресурсы есть это вот первое первое это самое я люблю ее мой мир очень удобно вот моя почта где идет сейчас я маленько обновлю страницу и посмотрю какое последнее было вот видите то что на ю тубе выставляю раз два три четыре это сегодняшняя и вечером я выставил за сегодняшний день 5 вот утренний прорыв в труде и молитве это вчера ты утром снимал и за два часа больше 150 человек заглянуло к нам теперь мы будем смотреть еще 2 ресурс у нас есть вот это православный форум сегодня у нас 5 февраля а у нас принято в первое воскресенье февраля месяце день день сайта отмечаем как первым открыли сайт потом форум и сегодня об этом будем говорить вот сегодня как раз 5 февраля семнадцатого года это наш форум очень большой 1600 тем разных каждый день заходят в среднем у нас 350 посетителей бывает 500 назад опять 300 бывает чуть поменьше зато 350 в среднем 345 каждый день но это 345 и в течение полгода и ни одного слова нету то есть некоторые выступят чуть-чуть такого нету совсем чтобы как на форуме у кураева там ругаются матерятся там тысячи у нас этого нет ну что здесь у нас ну больше ничего и нету потом вот это православный видеоканал сегодня у нас подписчиков на сегодняшний день сколько 6096 и сколько просмотров пять миллионов двести двадцать на тысяча девятьсот сорок то есть вот столько роликов пять миллионов зашли но сколько здесь у нас года уже три наверно наш видеоканал вот они все которые поставлены здесь еще про это сказать и самый большой это наш ресурс вот в этом так надо посмотреть во сколько то вот здесь самое ценное это вопрос и ответы вот справа видно они разбиты на 55 папок последняя церковь мы сейчас это озвучим много вот это уже прошли вопросов вот сколько теперь следующее вот контр-лс и мы здесь делаем их известными люди говорят тогда нам удобнее слушать считать очень неудобно и да и не привыкшие сегодня люди ну ладно увеличу шрифт до двадцатого и начинаем говорить вопросы которые мне задавали в университетах на радио в школах техниках милиции прокуратуре то есть у меня очень широкий охват был благовестия и вот все это записаны были вопрос 3889 27 томов крытым оком какие православные юрисдикции на территории россии считаете незаконными почему людей все это интересует а вчера мне сколько роликов накидали вот посмотрите вот посмотрите там я смотрю а зачем мне это нужно вот ваше мнение ваше отношение к маслянику ваше отношение к качеву там андрею какое это отношение имеет ко мне но приходится я отвечать но если неправильно я говорю на голове на владимир хорошие ответы дают то другое но по слову божию ведите то я это ко всем отношу чтобы люди не к тебе следующий раз приходили а к слову божию почему я затоус говорит приучитесь не задавать вопросы ничего себе так и непонятно а ты должен знать это судя по возрасту павел говорит вам надо же быть учителями быть а в основном нужно покормить молоком как детишек я отвечаю всех не знаю знаю потому что их сегодня уже около 13 или больше но недавно приезжал барнаул и далее покатился кавычках архиепископ сергей журавлев его называют клоуном и прочими подобными наименованиями говорю только рукоположение незаконным а его поведение за кафедрой то что видел записи конечно и у него есть хорошее что можно взять многим батюшкам открытость широкое общение с народом пишут что он иконы и крест считает за идолов когда он был барнауле то из нашей общины три человека ходили на встречу с ним сектанты харизматы так плотно его окружили что и записать ничего из беседы не смогли пригласили его дали наши данные телефоны вроде бы обещал позвонить но уехал не встретились 27 августа девяносто шестого года архиепископ брянский мелхиседек указом своим лишил священного сана сергея журавлева патриарх алексий 3 сентября девяносто шестого года это решение утвердил позже несчастный сережа был отлучен церковным судом указ подписан архиепископом сергием солнечногорск это все патриаршие патриаршие епископы все у меня спрашивают правильно сделал правильно это клоун самый настоящий как он издевался над православным выступал кривлялся перед харизматами и непрерывно смех и смех и смех идет в зале абсолютно правильно как сейчас красноярскими там двоих отлучили боев какое-то абсолютно правильно чтобы этой мерзости не было православной церкви пишут что у журавлева употребляют музыкальные инструменты при богослужении есть свои диаконисы и пресвитериды и что епископом могут быть только женатые этого ряженого под архиепископа многие принимают за православного и лезут к нему опять же виновны в этом бедламе сами же попы что не учили народ который всякого шарлатана принимают за благословенного я получаю письма из разных епархий и как почитаешь их епархиальные газеты то на этом фоне журавлев вполне сойдет за звезду первой величины он близко связан с сектой новое поколение а в их адрес постоянно идут обвинения в наживе они умеют выжать из своих овец и шерсть и 7 шкур как пишет ч.с. честное слово газета 26 марта 2008 года сибирский тут еще вот какое дело что когда он начинал вот эту всю бодягу то как говорит евгений автушенко заводить то себя там что отдельно будет как-то это непонятно но теперь решили с ним воевать когда он уже никакого отношения к ним не имеет и не сообщают тульские священники а это я в это поверил проверил и не сказали да так и было они обратились там где в youtube и его закрыли сергей журавлев это я так и ахнул дошло за борьба то и там знакомый у нас священник я ему сказал немедленно сходи в епархию чтобы не делали этого да разве это можно делать и какая же это борьба но сегодня же откроет их 10 новых себе ресурсов только в других странах и недосягаемо будет так и получилось они никуда не пошли а он открыл сразу 3 3 в разных местах там новой зеландии где его не достанешь у него везде знакомые если все папы слепые глухие я до того боялся молился скорее священника и вот телефона нет вызвал там через знакомого скорее деви парки чтобы разблокировали его так он еретик так еретик ему свобода дана ничего не нарушил он нигде против царя не говорил он под евреи все подыграет по еврейски шляпу наденет в израиле это его дело но вы боритесь с законными средствами а вам нельзя бороться потому что народ слепой хватились когда а вот теперь новая обновляющийская церковь но как же вы за еретика заступаетесь я не за еретика я против вашей несправедливости меня все понять не могут где бы она ни была этот меч придет на вас теперь уже за не него и дальше салон 9 30 постерегает потаенном месте как лев влаговище постерегает в засаде чтобы схватить бедного хватает бедного увлекая все эти свои это я к нему уже говорю колоссяно 2 8 смотрите братья чтобы кто не увлек вас философии пустым обольщением по преданию человеческому по стихии мира они по христу языки 33 31 сердце их увлекается за корыстью их вот я когда отвечаю на вопрос ну мне бог дал знания как бы из чужих трудов я сам не изобретатель и библейские мотивы разных поэтов это 200 поэтов разных стран мира и книгу это выпросил она дореволюционная с иллюстрациями густава даре из грузии привез и стал смотреть эти стихи и все перепечатать большая книга такая перепечатал я ее и теперь решил ее озвучить вот это говорят такие это примеры голос такой-то мы по всем которые есть театры где заслуженные артисты ссср даже ко мне на дом приезжали начитывать но и читали как яхонтов а то мастера художественного чтения явно сибирь заказывать там посмотрите большой театр и застали стал расписывать но и среди своих где-то я стихи просто люблю потом издал 26 томе это 300 поэтов россии за 300 лет 20 тысяч стихотворений и теперь я употребляю вот сюда вот стихотворение эти и своих еще три тысячи четыреста шестьдесят семь это гриста не два не три ну вот считай стихотворение свод безоблачной синий иудейских небес беспредельность пустыни одиноких древес пальмы маслины скудный бесприютная тень по золотую чудно ярко блещащий день по степи речки ясный не бежит полоса по дороге безгласно не слыхать колеса только с ношей своею что ему зно и труд длинно вытянув шею выступает верблюд помяну магомета всадник встретить с тобой сердцу знаком привета прикоснется рукой полдень жаркий пылает воздух словно огонь путник жажды сгорает и томящийся конь у гробницы щелмою кто-то вырыл родник путник жадной душой к хладной влаге приник благодетель смиренный он тебя души помянул освеженный в опаленной глуши вот под сенью палаток быт пустынных племен женский склад отпечаток превобытных времен вот библейского века верность осколок точь-в-точь молодая ревека вафуилова дочь голубой пеленою стан красивый сокрыт взор восточной звездой под ресницы блестит величаво спокойно девок сходит к ключу водонос держит стройно прижимая к пляшу эпопеи священный древний мир здесь разверст свиток синий измены начертал божий перст на израиль с заветом здесь сошла божья сень воссиял здесь рассветом человечество день край святой палестины край чудес искони горы дебри равнины дни и ночи твои внешний мир мир подспудный все что было что есть все поэзии чудны благодатная весть и в ответ на призвание жизнь горе возлетев жизнь одно созерцание и молитвы напев отблеск светлых видений на душе не угас дни святых впечатлений позабуду ли вас 850 год вяземский видите какие стихотворения так о чем здесь речь идет юрисдикции православие которые вы не считаете давай пиши церковь юрисдикции православия я могу заранее сказать в это стихотворение вяземского слышите впервые и она хорошая я уж не говорю знать кто такой вяземский это за кадром дальше следующий вопрос вот это маленький вопрос и большой такой ответ ну а привели сразу откуда как узнать вот надо открыть вордовскую страницу контр-л вставить контр-л за активировать перевести на 20 режим идем дальше вопрос 3916 27 том открытым оком что теперь будет с чукотским епископом диамидом не сошлют ли его в монастырь вопросы какие были еще не знали чем закончится ответ тут мирская власть помешает но если бы диамид призвал благовестие все было бы по-иному его бы никто не поддержал а так зашумели да и по утихли кавычки открыты бывший епископ чукотский диамид которого недавний архиерейский собор постановил извергнуть из сана выступил с заявлением в котором передал анафеме патриарха московского и всеруси алексея второго и ряд епископов понимаете те поступили неправильно извергли его он еще не сделал антиканонично а этот еще не правильнее их поступил распространенным вчера заявлений кроме святейшего патриарха он анафемастовал также главой отдела внешне церковных связей московской патриархата митрополита смоленского и калининградского кирилла сегодняшнего патриарха его предшественника на посту председателя отдела ныне митрополита минского и слуцкого филарета кавычки открыты и всех их предшественников участвовавших в антимонархическом февральском бунте 1917 года и всех вместе с ними помышляющих кавычки закрыты он высказал намерение перевести на самоуправление чукотскую епархию на время разрешения догматических и канонических вопросов наряду с этим он постановил считать вдовствующими московскую смоленскую минскую и ряд других церковных кафедр глав которых предал анафеме все теперь они не могут служить он их предал анафеме а мне теперь вдовствующие ну что это нормально да в своем заявлении право кавычки открытой осуществлять полномочное архиерейское окормление православной паствы на вдовствующих кафедрах кавычки закрыты бывший чукотский епископ оставил за собой то есть фактически объявил себя главой московского батареаршего престола понятно куда то не туда занесло от дзюбу в русской православной церкви это заявление назвали нонсенсом и призвали молиться о его вразумлении кавычки открыты когда и господь оставляет наказывать человека он лишает его разума именно это и происходит в данном случае прокомментировал заявление епископа диамида замглавы овсс про это и рей всеволод чаплин он выразил сожаление что епископ диамид начинавший свой путь в церкви как человек искренний и верующий променял церковное единство радость жизни в церкви христианского свидетельства открытость к людям разных вероубеждений на общение с узким кругом своих последователей который внушает ему он истинный духовный лидер россии владыка это неправда вы пошли по поводу людей у которые вас обманывают эксплуатируют брачные стороны вашей души сказал протеерей всеволод чаплин обращаясь к бывшему епископу по его мнению все можно было бы изменить если бы диамид вступил в открытый разговор со своими собратьями архиереями кавычки открыты открыта была бы до сих пор открыта дверь покаянию но к сожалению владыка все дальше уходит какие-то отдаленные места сегодня это мыс шмита завтра не дай бог будет какая-то пещера поискетов лотец всеволод он призвал не злорадствовать и надеяться что господь смотрит чудо и даст епископу диамиду еще время для того чтобы покаяться одуматься и измениться ничего этого не было уже время уже много прошло если до этого ситуация была трагической то сегодняшнего дня она стала фарсовой сказал корреспонденту р.г. известный богослов дьякон андрей кураев он ведь объявил своем заявлении о о лишении сана всех участников архиерейского собора в том числе и тех двух трех епископов которые голосовали против его отлучения если учитывать что церковь это лечебница и в ней немало больных людей то как раз их заявление диамида обязательно привлечет ну что ж этот гной должен будет вытечь из церкви диамид и люди которым он симпатичен по мнению отца андрея похоже на людей киборгов у которых голове компьютер довольно тупая машина находит программы начинать ее исполнять как еще объяснять можно они слишком буквально относятся ко всем церковно авторитетным текстом канона правилам на самом деле в церкви все сложно над правилом или традиции надо задуматься и понять ради чего она установлена опасения которые кирийский собор увидел посланник диамида по мнению отца андрея подтвердились а решение собора оказалось своевременным раньше апостолы сходились чтобы свериться ладно ли у них с благовестием а ныне они массу самых разных вопросов решают и не затронут наиглавнейших галатам 2 2 ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование проповедь надо было предложить дальше продолжать разговаривать проповедуемо мною язычникам не напрасно ли я предвязались или подвязался когда я выпустил материал о благовестии что все должны проповедовать и о войне чтобы православные то не убивали друг друга то наш архиерей пригрозился батюшку запретить служение меня отлучить я сразу всем своим объявил принять это но в университетах я буду вести занятия туда канона мира не распространяется а я буду в коридоре стоять пока архиерей не снимет это отлучение но он погрозился и когда узнал видимо моем решении таком он не ничего не наложил прещение он еще не наложил а я уже заранее согласился так оно неправильно он архиерей и я всем говорю надо согласиться а дальше господь вы видите он вывел и расстались прекрасному 13 лет у нас был архиерей и моей молитве этот наш епископ евтихий курочкин постоянно это единственный епископ когда я говорил на патриархию таких нет который не делал поборы и не раздевал другие приходы только деньги деньги вообще ничего не требовал нас у насок даже не было на ботинках знаю ну конечно наша община давала все что можно было жил в бедность он был яме этим домодедовскому патриархи кирилла последние пять лет я говорю это называю имена примеры есть он еще живой богоявленском соборе сейчас как настоятель епископом остался но без права видимо там прополагать в городе тюмени легко его найти повторяю это был единственный епископ живущего такой бедности такой трудяга надо соглашать и дальше 1 коринфянам там 1 23 а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для или на безумие ну и у него там было три священника диаконы он упасал их проповедать о христе и сам стал говорить но сказал там об этих знаках там что-то с телефоном нельзя то есть пошел дальше и дальше это все знаки и ннн шестерки сумасшедшие вчера мне кто-то скинул один не знаю там какие-то ну фуфло настоящее как называют шуры-муры название это придумали какое-то евреи какие-то я уже увижу и начинает доказывать и какое расстояние до луны и все на шестерке сходится сумасшедший дом где на валенке женятся да какое отношение меньше шестерка земле или куда ну подгонять начали ну то есть насмешка на насмешку но это бывает но верующий когда это глотает чужую блевотину но это уж никуда не годится ужас один и теперь первое коринфянам 2 2 ибо я рассудил будьте вас не знающим ничего кроме иисуса христа и притом распятого вот это проповедовал бы всего по-другому все было бы но если бы наложили на него какие-то прещения надо было согласиться а если монастырь со стали пойти монастырь но так вы же за диамидо нет я за правду а за диамидо мы молимся а он ушел ушел он рукоположил единый личный братов епископ играть свое прошел год-два не с ним разделились уже не согласны уже две резекции новые но это я говорю по как пишут в интернете так или так я этого не знаю но я за него молюсь есть его были абсолютно неправильные и по отношению его неправильно считаем не терпи о боже власти беззаконных ты людей кое делает напасть и только силой своей сколько злоба возвышенно столько правда устрашенно не на то даны дни века чтоб друг друга нам губить человеку человека творче ты велел любить кто как титлами не славен пред тобой с последним равен титла громкого садитель часто развращенный свет лишь едино добродетель преимущество дает и она всего дороже защищай ее ты боже сумароков это ломоносовское это время там как язык отличается от пушкинского но так я отношу это как бы диамиды ну сейчас задавай запиши церковь диамид опять хороший ответ большой вот увеличим чтобы можно было снимать для этого мы делаем некоторые операции придется несколько секунд потерпеть и сразу мы начинаем его озвучивать давай вопрос 3919 27 том открытым оком как вы считаете могут ли чего худого сделать не могут ли а как вы считаете не могут ли чего худого сделать противники епископа диамиду а слова нет то ли ты не видишь почему так выбрасываешь вот эти глагол вот это не знаю проскочил и глазом и могут ли вот сейчас появились там рисунки в америке трампа показывает по через прицел винтовки снайперской на него и на лице еще это означает то есть призывают террору дальше показывает он стоит около статуи или где там свободы и голову от статуи отрубили у него в руках то есть свободы никакой нету на вы как находите все что он сейчас вот говорит там о въезде мусульман там ничего нет дискриминации никакой это обезопасить свое государство я в его действиях ничего не нахожу такого где бы я вышел с протестующими только усиливая молитву сохрани его боже сохрани его потому что в опасности человек вот и все конкретно в этом предложении если не убрать то смысл вопрос изменится или нет он так и останется вы считаете могут ли чего худого сделать противники епископа диамиду или не могут ли чего и сделать ну как бы одно и то же смысл-то да нет нет не могут ли но это теперь не надо выдумывать и считай как следует за счет я виноват я неправильно могут 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 я говорю про это тоже это не одна же ты уже эти не выбрасывала смысл меняется здесь почти не меняется ответ они все могут но прийти к власти троцкий или авакум кто бы они что бы они сделали не перепластали бы еще и по боли уже совершенного их супротивниками только возвращается со ссылки протопопа вакуум кондратьев известный против раскольников борец и что к алексею алексей михалыч дай мне власть от я их всех перепластаю никоньян вот и все еще по хреши никоньянского было бы и троцкий тоже как бы не сталин может быть еще хреши завернул за диамида за патриархи и за папу я молюсь каждый день чтобы они родились свыше искали не своего ну что угодно богу к вышке открыты сегодня когда все православные христиане вспоминая первую евхаристию плачут о своих грехах каются и приобщаются святых христовых тайн газета русь православная распространила своего рода православный революционный манифест открытое письмо епископу чукотскому и анадырскому диамиду дзюбану в котором группа православных радикалов призывает владыку возглавить народную борьбу против богомерзкой демократической власти ее приспешников священно начали русской православной церкви то есть фактически уйти в раскол но кто автор тут бой будет как говорится это душенов константин юрьевич ну и последняя статья его была такая крупный заголовок то вот это горбоносая пущеглазая сволочь это заголовок против евреев то а я это все объяснил и горбоносая что они это полезно и что пущеглазая я же не скажу что не пущеглазая или глаза как сократ говорит больше пользы приносит чем во впадине у кого-то авторы открытого письма главный редактор газеты русь православная константин душенов редактор осужденный на последнем заседании священного цену до рпц за антицерковную деятельность газеты дух христианина дмитрий морозов автор проекта расчленение русской православной церкви и создание ее на осколках альтернативной раскольничьей группировки не принадлежащий ни к одной из церковных юрисдикций публицист михаил назаров он приезжал был у нас вот в доме беседовали я знаю руководитель петербургского клуба русская мысль имеющего устойчивую репутацию нового штаба революции профессор олег каратаев председатель союза русского народа святая русь алексей добычин и другие всего 48 человек в традициях плохого боевика предупреждает и владыку ведь диамида что обратно пути у него уже нет видишь как уже его обузнали все пути нету да встал на колени попросил прощения у патриарха у всех у синода и прочее никаких конечно там онафин быть не могло только с ними только борьба против власти светской и церковной кавычки открыты одно мгновение вы стали для власти врагов номер один богомерзкая власть это уже поняла надеюсь так от первого лица в оригинале р.л. и вы это уже поняли и все равно не отступите не устрашитесь говорится в письме авторы письма формулируют новые старые революционные мифологемы разумеется богомерзкая демократическая власть и и духовные пастыри более всего боятся пробуждения русского народа непокорности его и восстания против страшной судьбы уготованы ему демократическим сатанизмом так вот как откровенно по большевистски оказывается народ наш спасет только восстание новая революция еще одна мифологема богомерзкая власть и церковные иерархии вступившие с ней в сговор против русского народа сейчас запуганы как никогда чем напуганы кем запу напуганы кучка православных радикалов а что такое радикал ну так я не раз не скажу не сформулирую что такое радикал так пошли дальше все это слушайте нет конечно народным протестом который грезится радикалом этих в их мечтах и который сметет эту власть а их вознесет на властные высоты и высокие кабинеты в кремле подписаны подписанты подписанты письма призывать ладыка которое подписались писанте письма призывать ладыку продолжить борьбу с богомерзкой властью и пред предателями архиереями мы уверены что вы отчетливо понимаете против какой нечистой силы нечестивой силы высокоорганизованной мощным мы посмели сказать слово правды вы епископ стали за веру за церковь за русский народ и потом против вас ополчается и потому не потом потому против вас ополчается снитовой силой все предатели и отступники все те кто убивает русский народ и россию но я не из тех которые там против его все равно я говорю что он делает неправильно неправильно потому что это ну совсем не так но что там погомерзкая власть все это оставим в силе но способ борьбы не такой это молитва проповедь евангелие милостыня пост ни другого меня себя измени при этом они просят епископа Диамида не забывать что еще недавно и он был среди этих изменников а теперь вот прозрел это другие комментируют уже газету надо понимать что изменниками авторы письма считают всех архиереев русско-православной церкви ибо они ни один из них не поддержал знаменитые письма чукотского епископа признание дорогого стоит фактически подписанты письма признают единственным настоящим архиереем владыку Диамида то есть прямо толкает его в раскол ничтоже сумняшись называя всех остальных епископов русско-православной церкви христопродавцами и изменниками вступившими в сковор с богомерзкой властью ну даже так я эти слова не трогаю да так допустим так но способ то борьбы остается опять же один евреи все захватили захватили не опровергаю мусульмане то другое делают их книга самая страшная призывает убивать не опровергаю и бороться надо с теми и с другими на оружие только одно любовь любовь молитва покажите что христианство выше этого покажите как слезах и молитве другого нам не дал господь и молиться за старей начальствующих тут понимать даже не что я ничего не добавляю я их не опровергаю да действительно власти эти такие там дальше за чертой бедности половина народа стоит что тут он говорит и церковники к ним жмутся я полностью согласен с этим выразили смело хорошо но дальше то делайте как положено в чем лучше их то будете думаете к власти придете теперь будет по другому не будет потому что народ остался тоже надо работать с народом далее подписанты бесцеремонно получают епископа Диамида что и как ему следует делать кавычки открыты идите прямо не обращая внимания ни на довольные вопли либералов ни на возмущенные гомон лжеродители веры разумеется истинными родителями являются авторы письма а как же иначе иначе и быть не может такова логика революционного сознания лукаво интерпретируя известные пророчества авторы письма заявляют давно предсказано что в церкви возобладает измена которую искренит царь обещанный богом россии после страшных испытаний которые россия должна пройти вот это помешали старий искупитель здесь осипов к которым я не согласен во многом бритый в галстуке как масон сидит но он говорит правильно нет искупителя кроме христа тут я полностью с осиповым согласен видимо радикалы уверены что эти времена наступили откуда такая уверенность разумеется от того что именно в эти времена живут на свете господа душенов, назаров, каратаев, добычин и иже с ними, которые являются носителями истины поэтому они смело призывать епископа Диамида воинствовать за правду при этом авторы письма нагнетая истерию предупреждают владыку что если он не отступит то вполне может быть убит кавычки открыты вы очень опасны для богомерзкой власти и для ее приспешников и церковной иерархии могут и убить слава богу что не убили как всегда революционерам нужна жертва именно поэтому их идейные предтечи сто лет назад все сделали для того чтобы убийца великого князя Сергея Александровича Каляев не покаялся и не попросил о прощении о чем его умоляла преподавномученица Елизавета Федоровна а пошел на эшафот нужны были жертвы на алтаре революции нужны жертвы и нынешним революционерам появление письма призывающего епископа Диамида воинствовать против власти видимо связано с тем что появились слухи что на июньском архиерейском соборе будет рассмотрен вопрос о его обращении и если вдруг владыка Диамид откажется от своих обращений примириться со своими собратьями архиереями это будет страшным ударом для православных радикалов поэтому они стремясь упредить события выступили с заявлением в котором зовут епископа и дальше воинствовать а дальше это раскол но видимо именно он нужен радикалам примечательно что революционные обращения опубликованы в дни самого острогого поста впрочем это не удивительно демоны в революции в такие дни всегда активны да демоны революции а кто их видел демонов? правильно говорит да демоны революции а их не видел ни один человек не видели но это только демоническое непрерывно на лжи то что большевики обещали ни одного обещания не выполнили ни одного землю землю за землю в землю всех закопали землю все отняли более бесправного рабства не было даже в Римской империи но подробно это все описано напомню что февральская революция 1917 года началась на крестопоклонной седмице Великого Поста но это не так и важно 3 царство 22-23 и вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех всех пророков твоих но Господь изрек о тебе недоброе Исайя 63-17 для чего Господи ты попустил нам совратиться с путей твоих ожесточиться сердцу нашему чтобы не бояться тебя обратись ради рабов твоих ради колен наследия твоего Иезекииль 20-25 и попустил им учреждения недобрые и постановления от которых они не могли быть живы видите какие места писания дальше но если б в рубище без пищи главой припав к чужой стене хоть раз хоть раз счастливец нищий увидел Бога я во сне Феодор какой-то ну дальше считай это потом я подал все земные славы и пышный весь небес наряд всю прелесть власти все забавы зато тот один на Бога взгляд Феодор Глинка 1841 год это 1841 год о чем опять же Диамиде запишет церковь Диамид убить убьют ли слава Богу его никто не тронул выступить крикнуть это проще всего а ежедневно вышли и люди проповедовали люди приходили бы ко Христу было бы совсем по-другому вот видишь сколько вопросов задавали у нас народ живой был на занятиях такие вопросы прямо видно что люди заинтересованы сопереживали но мне приходилось отвечать у меня очень богатый материал был вопрос 3921 27 том открытым оком если проследить все за и против выступления епископа Диамидова то как посмотрят в последующие годы на это его выступление потомки ответ смотря по тому будут ли они верующие истинные или только номинальные как ныне большинство патриархии они же во всех ответах так и вылезли на брустер галашом у них ничего нет за собой только новое сергианство но и в их словах есть полезное значит кто-то за них молится чтобы и они иногда говорили как каяфа пророчество что лучше одному Диамиду быть на гильотине чем им всем потерять доверие власти а то придут римляне их с Кремля и попросят опростоволошившихся покинуть свои нечистые приулки самомнение и мирское надмение и заглянуть в Гиевы конюшни в Гиевы конюшни нечистоты бракодела а что такое авгивы конюшни это было Геракл одно из его испытаний очистить авгивы конюшни и что он сделал очистил их а как ну это я уже не помню да их нельзя было вычистить у нас сосед был такой корову никогда не чистил а весной корова перешагивала крышу он снимал она перешагнет корову и она на улице а там она тоже навоз был он реку подвел и запустил реку и по конюшне вода то все вымола вынесла авгивы конюшни очистите и говорит что в чистой переулке для чего чистой переулке потому что в чистом переулке номер 5 находится патриархия тут еще надо понимать о чем речь то идет кавычки епископ диамид уже много лет ставит вопросы так как он их ставит в этом тексте и надо сказать что его мнение разделяется какой-то частью верующих нашей церкви и темы которые он поднимает нужно обсуждать заявил 7 марта в интервью телеканалу 224 заместитель главы ОВЦС протеерип Севлод Чаплин комментирует нашумевшие обращения епископа Анадырского и Шукотского Диамида при этом отец Севлод отметил что возможно Владыка Диамид ставит эти темы несколько более остро чем бы я их поставил я не считаю что нынешняя российская власть это коллективный враг церкви и враг народа я не считаю что нам нужно разорвать все связи с другими конфессиями и другими религиями добавил священник но вот открытого обращения его к своей церкви не было подчеркнул он было написано в январе предисловие к одной книге до сих пор так и не изданной а потом сайт Русь Православная сайт который возглавляется господином Душеновым известным церковным и политическим оппозиционером приделал к этому тексту заколовок пора пресечь беззаконие и превратил его в открытое обращение к своей пастве русско-православной церкви затем в интернете под этим текстом пошел спор подписей а потом уже на одном из интернет форумов стали раздаваться призывы идти к пикетами к церковным учреждениям и всем эти руководители руководят два человека господин Душенов о котором я уже сказал и господин Назаров это бывший советский перебежчик который остался на западе а в начале 90-х годов вернулся сюда может быть с заданием может быть без чтобы спасать Россию в кавычках передает слова отца Всеволода интерфакс религия но отец Всеволода тоже пошел потом против теперь он уже и не должен и не имеет ничего то есть наступил момент когда и он пошел против кавычка открыта так вот я боюсь пододолжил отец Всеволод что вся эта история была раскручена двумя этими людьми и их общественными группами поддержки для того чтобы в идеале устроить переворот в русской церкви захватить в ней власть через дестабилизацию положения а если по минимуму то просто устроить очередную компанию в свою славу ради своих личных интересов я полностью согласен с владыкой Кириллом кроме того меня удивляет что епископ Диамит как духовное лицо присягавшее во время хератонии во епископа на послушании своему начальству нарушил присягу теперь выясняется что владыка Диамит не собирался публиковать свое обращение а готовил его для книги тут уместно задать вопрос кому это нужно впрочем оценку этим действием даст наше духовное руководство сказал он в интервью сайту город48.ру РПЦЗ принимающий участие в работе Всемирного Русского Народного Собора в интервью ИТАРТАС сообщил что шумиха поднятая вокруг высказывания епископа Диамида не повлияет на воссоединение русской церкви это нормальное явление пусть говорят объединение все равно состоится подчеркнул владыка Свою оценку обращение епископа Диамида дал и руководитель союза православных граждан России Валентин Лебедев кавычки открыты внутри церковный диалог об отношении с инославными о свидетельстве православия в инославном мире поиспользуется для того чтобы взорвать ситуацию и нанести самый страшный удар для церкви раскол передает его слова Патриархия.ру Неудивительно что геополитические оппоненты России силой стремящейся к ослаблению и расколу русско-православной церкви делают все чтобы сорвать подписание акта о каноническом единстве патриаршей и зарубежной части русской церкви говорится в официальном заявлении СПГ показательно что журналисты традиционно дискредитирующие русско-православную церковь усматривающие в каждом проявлении русского национального самосознания и экстремизм в данном случае встали на сторону маргинальных групп так называемых ревнителей православия которые изобретают надуманные препятствия к воссоединению русской церкви чтобы сеять смуту и раскол Я сейчас буду просто задерживать кому надо тормозить и прочитайте это большое обращение не во вред будет люди когда будут знать у меня уже ищет уже устал читать Такое оно не все пресное это все ну ничего это надо знать если люди на это жизнь полагают а мы только прочитать я не осуждаю ни Чаплина ни Душенова но материал нужно знать когда коснется чтобы знали какие это люди еще будет так Белевская премия ну да вот я теперь к тому что они написали говорили здесь Чаплин я делаю эпиграф у них нигде о боге-то речи нету как мирской тот говорит так это все мирские люди Еремея 9.5 каждый обманывает своего друга и правды не говорят приучили язык свой говорит ложь лукавствует до усталости читаем Нобелевская премия я пропал как зверь в загоне где-то люди воля свет а за мной шум погони мне наружу ходу нет темный лес и берег пруда еле сваленное бревно путь отрезан отовсюду будь что будет все равно что же сделал я за пакость я убийца и злодей я весь мир заставил плакать над красой земли моей ну и так почти у гроба верю я придет пора силу подлости и злобы одолеет дух добра Пастернак 59 год Нобелевский лауреат пиши церковь Диамид о чем речь раскол мне тоже говорили почему вы нигде ничего не скажете то другое я на эту тему многократно говорил я против таких действий совершенно неправильный путь зачем я буду говорить но я стал молиться за Диамеда мне его жаль нисколько не еще одно мы просто покажем ничего не пропуская вот вопросов задавали тогда это шумно было как отец Глеб говорит там килограмм или тонны динамита будет в этом Диамеде заложено ну и надо выделить текст вот теперь вопрос задавали какие вопросы задают заметьте хорошее опять вопрос 3923 27 том открытой молоке неужели патриохины ничего не полезного ничего полезного из выступления Диамеда для себя так и не взяли и в чем же причина их упорства я тебе не раз говорю отчего такая причина у тебя ничего не полезного откуда не это появилось это непонятно не знаю и ты не знаешь а исследуй себя не вставляешь там где они кардинально меняют смысл написанного ответ я то знаю примерно ну ладно ответ с этими людьми нужно поодиночке беседовать и не в городе а в степи или в лесу они много полезного сказали Диамеду который не менее их уперт с такими мелочами вылез что только и всплеснешь руками да будет ли когда евангелизирована эта шестая часть суши противники Диамеда ловко засорят зрителям глаза и поэтому видимо сами удивляются как сумели всех провести это я уже говорю то есть сумели всех обмануть они сами удивляются основанный на лжи московской патриархии не раскаивается во лжи кавычки открыты как только в православном мире начался великий пост в интернете вдруг начал распространяться странный документ неожиданное обращение малоизвестного депископа чукотского янадырского Диамида все теперь считайте сами я просто проведу материал этот вы не найдете где попало несколько метров я иду так показываю а вы тормозите и прочитаете вот так вот здесь несколько слов прочитать можно достаточно вспомнить достаточно вспомнить что главный идеолог экуминизма бывший отец Глеб Якунин вообще лишен сана и предан анафеме и вот уже 10 лет все официальные издания московского патриархата проводят последовательную антиэкуминическую линию и даже в самом православном мире в самом русская церковь предоставляется цитаделью ортодоксии ортодоксии противовес действительно экуминической политике константинопольского патриархата можно дальше теперь считайте что тут здесь есть тормозите вот я проказал и опять и прочитайте снова ну просто у нас нет времени на то чтобы это не божественное но знать это необходимо это дело обвинение разбирает это абсолютно правильно делает четвертое обвинение видишь сколько обвинений они все эти обвинения разбирают ну замечательно грамотные люди сейчас скажешь смотрите какой большой материал ну а этот материал церковный он касается болезни смертельные болезни патриархии я просто так скинуть что а мало ли что там говорят это нельзя это не тот вопрос обвинение вот все разбор нормально смотрят это считай себе пометки делай нужно выдели скопируй посмотри а потом а теперь уже диамидовщина пошли обзывки разные как правда люди мечтающие о канонизации Григория Распутина я знаю это душевным за это боролся не надо никого не только Григория никого не надо не надо это предвосхищение суда Божия обсоединение тут соединял кто их там Путин ездил архиереи пришли а правильно они сделали пусть за тебя решают мы две общины так и не вошли но у нас хорошее отношение мы своим считаем епископа то есть митрополита местного Сергия приезжает служит с чем бы с еретиками служил или что служит у нас священники с ним и хор приезжает у нас просто замечательное отношение по сегодняшний день а сегодня это 5 февраля 2017 года если Господь благословит нынче 26 прощенное воскресенье и мы тогда пойдем 5 вечера у них там будет пойдем начин служение и вот дальше просчитать вот это можно просчитать это уже после того что просчитали вот так много я везде даю вот что нужно было им вот просчитать из Святой Библии читаю когда он говорил ему царь отвечал разве советникам царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя угроза Диамиду была и перестал пророк сказав знай что решил Бог погубить тебя потому что ты сделаешь и не слушаешь совета моего деяния 752 кого из пророков не гнали отцы ваши 3 царство 1910 он сказал возревновал я о господи боге Саофе ибо сыны израилевы оставили завет твой разрушили твои жертвенники пророков твоих убили мечом остался я один но и мои души ищут чтобы отнять ее вот сейчас мы немножко еще просчитаем вот ты не знающий преград ты шлешь своих любезных чад в рай одного а 10 ватт ага ты столько душ во тьме оставил меня же грешного избавил чтобы я твою премудрость славил и мощь твою ты маяком меня поставил в родном краю щедрот подобных ожидать я не мог как и мои собратья мы все отмечены печатью 6 тысяч лет с тех пор как заслужил проклятие наш грешный дед я твоего достойного неба со дня когда покинул чрево ты мог послать меня налево в кромешный ад где нет из огненного зева пути назад но милосердию нет меры я избежал огня и серы и стал столпом защитой веры караю грех и заблечаю я сурового ругателя большие буквы из сквернослова нет не из большой буквы а это новая строчка я их соединил так как коротко чтобы меньше места было и истребителя хмельного и молодежь что праздник пляс пойти готова подняв голдеж для нас же чад твоих смиренных ты не жалей своих бесценных даров и тленных и нетленных нас не покинь а после смерти в сон блаженных приими аминь Самуил Маршак как его звать? Самуил Агрищадь не знаю Яковлевич так о чем здесь? это все тоже а? да демит это все а по чем демит да я уже не слежу даже вы же промотали почти все ну ничего мы посмотрим что так демит так церковь демит выступление так демит польза для патриархии какую они могли бы извлечь видишь какие вопросы серьезные не та что демит плохой то общи его он решил со всего а патриархия извлекла что-то нет ничего не изменилось и не сделалось и это абсолютно неправильно все на этом благословен Господь Богу нашему славу слава кресту к демит и Продолжение следует...